Творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли, Татьяна Салмановна и Макту, Сайфоди. Сейчас, дорогие друзья, сейчас книжечку достану. Книжечку. Я надеюсь, что она у меня не очень далеко. О, где-то лежит сейчас, в момент. Где-то она была в одном из-за книжечка Герой, Рон Дедер. Где же она была? Вот эта книжечка. Сейчас посмотрим. Ну да, книжечка Герой. Из моей библиотеки. Позитивное мышление и смежные науки. Рон Де Берн, Герой. Это ее вторая книга, после книги «Секрет». Знаменитого фильма. Знаменитого, я так думаю, почти на весь мир. В общем, я хотела посмотреть по оглавлению. Я сама, честно говоря, эту книжечку не читала. Не читала. Но решила, думаю, что в рамках моей творческой студии позитивного мышления и самой почитать. И, конечно, как вы можете посмотреть. Третья. В общем, я эти книги читаю на видеокамеру в рамках моей творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли. Отрывки. Не полностью книги, а отрывки. Так что вот. Вот такие вот дела. Часть вторая. Так, третья. Путешествие. Лабиринт. Сейчас посмотрим чудес. Дорога испытаний и чудес. Испытаний. Награда жизни, которой стоит жить. Жизни, которой стоит жить. Это я оглавление. Я читала оглавление. Подумала, думаю, какую главу или часть главы прочитать. Здесь очень много цитат. Решимость. Следуйте. Следуйте за своим счастьем. Страница 61. Ну что, дорогие друзья, вот почитаем. Следуйте за своим счастьем. Страница 61. Конечно, в принципе, чтобы читать на видеокамеру книги, нужно сначала пробежаться глазами или как-то прочитать, чтобы это потом было очень красиво. Знаете, вот это вот. Красиво. С выражением. Красиво. Следуйте за своим счастьем. А, как красиво. Ну, это какая книжка. Красиво тут оформлено. Какие-то такие штучки. Под старину. Такая старина-старина. О, супер. Так, под старину. Немножко нужно ближе к тем фломана. Немножко ближе. Уже немножко, в общем, это, так скажем, я на балконе. На балкончике стоит моя видеокамера. Чтобы лучше было видно. Ну, что, сюда. Так я лучше получаюсь. Так, в общем, сейчас посмотрю. Немножко нужно трон поближе подвинуть. Сейчас трон. Я поближе чуть-чуть подниму. Вот, вот. Поближе-поближе. Это чуть подальше. Может быть, так чуть подальше сделать, чтобы трон был более красиво в виде. Вот оформление. Обратите внимание на очень красивое оформление данной книги. Джозеф Кэмпбелл был одним из наиболее уважаемых, мифологов мира. И посредством своего проницательного учения подарил нам простое, но мудрое напутствие для жизни. О, оказывается, это его высказывание. Следуйте за своим счастьем. Вот. Джозеф Кэмпбелл. Мифологом был одним из уважаемых мифологов мира. С этого начинается. Вот 61-я страница. Это его высказывание. Цитата. Следуйте за своим счастьем. Эти четыре слова – компас для твоей жизни. Они подсказывают, в каком направлении надо разворачиваться в каждый момент. Это уже Ронда Берн пишет, потому что я посмотрела, здесь у нее много цитат. Много цитат. Там, где цитаты, там они у нее выделены такими штучками. Дальше идет ее текст. Вот. Счастье – это твои ощущения. Когда ты занят тем, что просто обожаешь делать. И это нить, которая соединена с твоими мечтами. Счастье – это твои ощущения, когда ты занят тем, что просто обожаешь делать. И это нить, которая соединена с твоими мечтами. Когда ты следуешь за своим счастьем, ты заодно находишь свои мечты. И оправдываешь ту причину, по которой ты здесь. Пишет Ронда Берн. Интересно. Прям такая философия-философия. Ник Гудман знал, что хочет быть предпринимателем. Но не имела представления, в какой именно сфере бизнеса. В то время, как он следовал за своим счастьем, занимаясь серфингом с друзьями во время поездки по Австралии и Индонезии. Ник то и дело думал, как бы здорово иметь камеру, которая могла бы запечатлеть его и друзей, занимавшимся серфингом в движении. Как интересно, правда? Ну, серфингом, да, серфингом в движении. Это одна маленькая мысль, а стала зернышком идеи, воплотившаяся в камеру го, гопро, гопро, которая, я не знаю, вот это вот что, я хоть даже про такую видеокамеру, что это видео или фото по-английски, ну, то есть по-английски написано. В общем, я даже первый раз вообще, я по поводу серфинга ничего вам сказать не могу, поэтому по поводу таких видеокамер тоже ничего сказать не могу. Которая превратила Ника Вудмана в одного из самых молодых в мире предпринимателей-миллиардеров. Вообще нормально, удивительно, правда? Я вот такой фамилии и имени вообще никогда не слышала. Ну, я не занимаюсь серфингом, мне это как бы неинтересно фотографировать. Ну, там же эти волны, вот это вот. Вы поняли, да? Ну, так все написано. Я просто, знаете, вот люблю читать вот такие вот. Открылась книжку, вот, видите, вот просто посмотрела вот на какой-то вот. Я в Америке, когда писала мою книгу, я автор книги. Дальная психология денег, секрета богатства и процветания. Знаете, вот я чем занималась? В общем, читала очень такие мудрые-мудрые книги, выписывала, читала, думала. Здесь, понимаете, вот на вскидку. Представляете, вот уже пример. Как идея, простая идея, чем можно помочь другим людям, может сделать человека миллиардером. Так что вот. Ну, честно говоря, я и про такие камеры, видеокамеры для серфинга никогда не слышала, и такой фамилии никогда не слышала. Но, поверим на слово, книжки, известные, известные, она из Австралии, да, но потом она стала жить в Америке, Ронди Бэлл, это написано в книжке «Герой». Блаженство ведет к блаженству. Кстати, вот эту идею, я так понимаю, что Ронда Бэрн почерпнула от американских учителей, которые, когда она приехала заснимать свой фильм «Секрет», вот, и эту же самую идею Наталья Борисовна Правдина вычитала в книгах в библиотеке, написала в своей книге. Так что вот, я привлекаю деньги, я привлекаю любовь и счастье. Вот такие вот дела. Блаженство ведет к блаженству. Вот, это следующий такой подзаголовочек, следующий подзаголовочек. Здесь опять много примеров, опять много цитат. Здесь такое количество цитат. Сама, вот, на самом деле, я эту книжку листала, она сделана, оформлена почти так же, как книжка из «Секрет». А, сердце героя, мужество, сердце героя, мужество. На самом деле, здесь, ну, в общем, на самом деле, даже тут несколько фраз, которые я почитала из этой книги, они тянут на какие-то такие, я бы сказала, вот так прочитала несколько фраз, есть на чем поразмыслить. Так что вот, не просто как-то вот это, вы знаете, как-то, как говорят, книжки воду льют, и, в общем, пишут много, но как-то вот это. А здесь, ну, вот, как-то вот по существу. Пример как-то вот так. Я просто сейчас смотрю, может быть, несколько как-то цитат, потому что я, вы же понимаете, да, у меня не задача прочитать тут это главы и так далее. Я просто, в принципе, сама, в частности, с этой книгой знакомлюсь сама, потому что я ее не читала, только так проистала, даже вот это вот проистала, я поняла, что надо будет ее почитать. Вот, и здесь тоже у меня моя творческая студия позитивного мышления. Я вот, когда читаю книжки, ну, в общем, как-то рассуждаю, обсуждаю, вот, я не заранее не готова, я просто вот открываю, смотрю по оглавлению, и вот уже, уже смотрю, и как-то вот по ситуации. Так что вот, ну, как-то у меня так вот получается. Если вы смотрите мои вот эти видео, вот, от творческой студии, больше чем 350 видео у меня уже заснято. Так что вот, с мая по вот сентябрь, за 5 месяцев, смотрите, май, июнь, июль, август, а, минуточку, апрель, апрель, май, июнь, июль, август, 5 месяцев. Скоро будет 5 месяцев, так что вот. Те мои видео, которые я снимала, небольшие видео, которые еще и там вот идут, это, читаю мою, книгу читает автор, это рубрика другая, я там читала мою книжку, немножко другая рубрика, вот, и мои американские видео 2007-2008 года, это позитивное мышление и смежные науки, ну, тогда у меня не было такой творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли, а просто позитивное мышление и смежные науки, и достаточно огромное количество видео, я засняла даже больше, там, за несколько месяцев, чем здесь, за 5 месяцев, поскольку у меня целая сумка, знаете, вот такая вот эксклюзивная сумочка, и все видеокассеты, все видеокассеты, но я тогда в таком режиме заснимала, я хотела преподавать, я написала книжку, я сделала там видео-видео, и подумала, что в книжке будет видеосеминар, я буду преподавать, а чтобы преподавать, надо иметь опыт, поэтому я много-много раз, у меня были такие, там у меня были тексты написаны мною, на основе книг, на основе видео, просмотренного, изученного, у меня были тексты написаны, я там строго по тексту, не отвлекаясь ни на какие там, вот, как у меня было написано, так я все это читала много-много-много раз, вот, еще такая у меня манера, вы можете посмотреть, поскольку я так и не изучила такую систему, как делать, как называется это, ну, программа, чтобы делать из-за видео, потом, как называется это, в общем, компьютерная, компьютерная программа, чтобы эти видео, снять огромное количество видео, сказать это несколько раз, а потом выбрать те отрывки, те абзацы или тот текст, который получился у меня наиболее хорошо, чем я хотела заняться, и это скомпоновать, скомпоновать и так далее, то есть эти видео мои американские я показываю, как я заснимала и говорила по нескольку, по нескольку раз, так я их и показываю, поскольку я сама этим занимаюсь, я не владею, знаете, я не изучила еще вот эту вот программу, что бы, ну, мне, в принципе, это как бы особо и не было надо, вот, вот такие вот дела, ну, что, давайте тогда... Просто я хотела здесь прочитать отрывки еще из моей книги про радость, счастье, а радость, счастье и любовь всегда с нами, творим добро, излучаем радость, и сконцентрируемся на красоте, дарим счастье и делимся любовью. Так что вот. Благодать Господа не сходит на вас, когда вы танцуете, а не стоите в позе мученика. Бог любит жизнь, Он есть жизнь, и каждое мгновение Он творит жизнь. Пишет Sunlight, один из моих любимых авторов. И, конечно, вот из моей книжки по типу там какие-то аффирмации, что такое позитивно, строится на позитив. В общем, вы понимаете, да, что-то такое мотивирующее, интересное. Наполняйте ваше пространство любовью, станьте источником света и добра, пусть ваши слова и мысли будут энергетически наполнены радостью и счастьем, и вы увидите, как изменится ваш мир и ваша жизнь. Расширяйте поле доброты, добра и сострадания, внушайте себе, что вы всесильны, создавайте вокруг себя ауру любви и блаженства. Пишу я мои книжки на странице 211. 211. И здесь еще что-нибудь по поводу благодарности. Жизнь здесь и сейчас. Жемчужное ожерелье и счастливых мгновений жизни. Ну, это, конечно, знаете, вот там. Запомните, когда вы забираете двери и гасите в комнате свет, вы не должны говорить, что остались в одиночестве, потому что вы не один. В вас пребывает Бог, а также в вас, ваше гение, Джовет Мерфи. И вообще мне нужно из моей книги, потому что на основе моей книги я буду делать еще такой, такой очень такой видеосеминар, поэтому мне много, вот то, что у меня написано, мне нужно это знать наизусть, вы поняли, да? Поэтому мне нужно это повторять, повторять и повторять. А здесь очень хороший повод еще раз это повторить, еще, ну, заснять это что-то, заснять себя на видеокамеру. Окружите себя успешными, доброжелательными, понимающими вас людьми. Кстати, немножко отступление от темы, я тут пару дней вчера-позавчера, ох, я столько, я даже великолепный фильм смотрела два раза, там огромное количество серий, а уж «Между нами девочками» сериал Татьяна Салмановна посмотрела уже около трех раз. Ну, не все серии, ну, почти все серии, по три раза я посмотрела. Там, конечно, много серий, там там два, кстати, еще сколько-то там, 18, там же два сезона. Вот. Вчера-позавчера я посмотрела еще раз почти все эти серии «Между нами девочками», в общем, отдыхала и, в общем, как-то вот в таком режиме еще раз посмотрела, как вообще играет эта актриса Ирина Степановна в этом фильме. А потом уже ближе к ночи, к ночи, к двум ночи у меня эти серии закончились, и мой компьютер стал мне показывать сваты, есть такой сериал. Он тоже от создателей, сериал «Между нами девочками» от создателей сватов. Это такой, все очень популярный, я его раньше смотрела, по телевизору показывали. Но эти сваты, они очень отличаются от «Между нами девочками», там показывают две семьи, их такие отношения, друг к другу ездят, вы поняли, да? То есть показывали, в этом фильме отрывочек показывали, они как там в деревне и так далее. В общем, я бы сказала, как там, ночь и день. Ночь – это эти сваты и день между нами девочками. В общем, отношения там этих людей, как они между собой там в деревне. В общем, даже вам пересказывать не буду. И я решила, что, конечно, для какого-то такого отдыха, и вообще, мне как актрисе, знаете, я учусь актерскому мастерству немножко. Знаете, посмотрите, в рамках моего «Ладжурнала» у меня есть несколько, ну не несколько, в общем-то, как я говорю, творческая студия позитивного мышления, не как, знаете, творческая студия актерского мастерства и позитивного мышления. Знаете, я раньше как-то вот это потом, в общем, да, думаю, актерское мастерство, я как-то вот это сама для себя, в общем, учусь актерскому мастерству на ютубе. Вот. И очень такая, только у меня такое очень достаточно, хоть у них там и проблемы, но достаточно, я бы сказала, такая семья, в принципе, на позитиве, хотя если все это пересматривать несколько раз, тоже у них там проблем хватает в этом сериале «Между нами девочками». Ну вот. Ну, уже второй и третий раз я уже смотрю на игру актера. Как вот это вот, я уже, знаете, у меня уже просмотрен этот фильм, я уже, знаете, когда смотрю, я уже смотрю, как эта Ираяда Степановна играет. Я уже смотрю, как она жестикулирует, понимаете, как она одета, как она крашена, какие у нее наряды, шляпки, как она руками, понимаете, как она вот успокаивая своего друга, как-то вот руками она вот так потом сумочку взяла. И этот момент несколько раз вчера пересматривала. На игру актеров. Ну, поскольку такой колоритный она персонаж, потому что смотреть на игру актеров ее внучки, ну, я не знаю, понимаете. Вы, наверное, помните, дорогие друзья, что девиз в общем моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли, у меня вот он написан на странице 176 моей книги. Думайте о прекрасном, концентрируйтесь на положительных моментах, говорите о хорошем, смотрите на красивое, а совершайте добрые дела, и ваша жизнь преобразится. Так что вот. Ну, хорошо, благодарность – это ключ, который открывает каналы духовного измерения и пути в мир процветания и богатства. Благодарность приближает все хорошее и все желаемое нами. Человек с благодарным и добрым сердцем всегда будет процветать и притягивать к себе прекрасных людей и счастья. Это о благодарности. И как вы можете обратить внимание, у нас были литературные чтения с Майей Кошкой, Просперочка, Проспера Триточки и Ру, произведение по-арабски. Вот. И что мы с ней читали в моем мейлинге на четвертом этаже? Мы с ней читали о благодарности, что написал Джон Кеха в своей книжке. Обратите внимание, Просперусь так сразу лапками, так это очень красиво, так это лапками, так вот это внимательно она слушала. Так что вот, это такое шикарное видео на несколько минут получилось. Потому что чем у нас отличались кошки? Когда я приехала в Америку, я была женой Пэри Максвелла Дански, когда я приехала туда на Фикси Сыткин Муроуд, вот, там было две кошки у него, Бенджамин и Мария Гонзалес. А Бенджамин это мужского рода, ну в общем кот, а Мария Гонзалес это была кошка белая, вот. Она всегда как-то вот была где-то и раунд, но она была как-то вот, она не очень любила, хотя в принципе, наверное, не знаю, что такое, то есть, в общем короче, этого Бенджамина Пэри приучил, что он, знаете, вот, он сказал, что это он его научил, вот знаете, вот, у меня на одном видео было, он, вы знаете, вот как-то вот, вот так это лапками, знаете, вот он клал этого Бенджамина на спинку, эти лапки туда, и в общем он к нему, знаете, вот как-то к этому, как же ему объяснить-то? Так что вот, вот так вот наклонялся, а Бенджамину это нравилось. Что там Перри делал? В общем, он так его на кровати, в общем, клаал, говорит, ты посмотри, он так этой лапкой, он так вытягивал эту лапку, почти как про Спируси. Что там Перри? Перри его целовал, по-моему. Знаете, как-то он нежно к этому Бенджамину, понимаете? А с Марусей, с этой кошкой, такого как-то вот она, ну, как-то вот она вот по-другому. Она была немножко как-то вроде она, знаете, она вот сколько там лет, вроде как и хотела как-то подойти, вроде и добрая, вроде хочет, чтобы ее погладили, но как-то на расстоянии она всегда стояла. Так очень интересно. Ведь сколько раз я им там открываю, у нас, в принципе, первый этаж, там дверью, ну, дом огромный, в принципе, мы не так часто, не всегда пускали в спальню, второй этаж у нас был закрыт, потому что дверь там была такая, закрыта. Когда я открывала, они обязательно в спальню бежали, кошки. Вот. И Бенджамин, если я отдыхала, кот Бенджи, он придет, рядом ляжет, вот это вот, и будет, знаете, такой вот этот, как там называется, такой, в общем, это, прям придет вот этот вот, ну, не знаю, муройка, не помню, ну, в общем, придет, где-то рядом ляжет, вот такой, то есть Мария, вот эта Гонсарас, она никогда так не делала. Когда она приходила в спальню, она ложилась где-то, она даже, я не помню, прыгала ли она к нам вообще, вот на эту кровать. Она, знаете, там диванчик красивый был, она, там вот этот красивый диванчик, или там красивый ковер, в общем, как-то вот это. Вот знаете, Клаус Джоус, автор таких вот книг и медитаций, и посыланий любви, я, кстати, вот эту медитацию включаю, ну, можно сказать, по разу каждый день, или даже больше, слушаю, на самом деле, настолько мне понравилось, когда написала книжку, а потом только обнаружила, что я просто пролистала книжку Клауса Джоуса, вот по поводу посылания любви. И знаете, на одном американском видео у меня есть, я даже вот подумала, что я столько изучала, уже несколько лет позитивное мышление изучаю, книжку написала, и столько вообще всего, всего этого изучила. Мне показалось, вот это вот посылание любви по Клаусу Джоусу, что-то такое феерическое, феерическое, волшебное, я подумала тогда, как-то я упустила это раньше, вот, и до сих пор я эту технику не совсем овладела, уже много лет прошло, с 2005, 2006, 2007 годов, представляете, сколько лет уже прошло, вот. А тогда я еще подумала, а тогда я еще подумала, что я даже не знаю, то есть настолько мне это показалось чем-то таким, что-то в этом такое есть волшебное, что в принципе, если даже, может быть, обладать вот этой одной техникой, может быть, как-то все остальное, в общем, как-то оно, ну, как бы его знать, ну, в общем, какие-то у меня такие мысли были. Очень удивительно он на этой вот, на этой медитации, я по ютубу, на ютубе можно это посмотреть, вот, он как говорит, что машина у него, эти машины, он ездит на машине, постоянно любовь посылает машине, она ездит, и все нормально с этой машиной, стоит только ему эту машину кому-то отдать, она сразу рассыпается, потому что он перестает этой машине посылать любовь, это удивительно, и там уже сказано, что он там вообще книги писал, в общем, чем-то таким подрабатывал, плитку клаули, как-то вот это вот, ну, вот, что как он клау плитку, интересно. Что-то мне такое напомнило, знаете, специалист по укладке плитки была, как бы, бойфренд, перин и очень хорошие знакомые, с которыми они работали вместе с Сан-Франсис госпиталь, такая женщина, в которой, который муж, купил дом, вообще, выполченный дом, полученный за миллион долларов, понимаете, да, шикарный дом, у нее такой сын-подросток, вот, и, в общем, такого мужчину она нашла, который там, как сказать, укладывал плитку, такой, такой, знаете, совершенно, как бы, можно сказать, совершенно из разных перов, она такая интеллигентная, она не супер врач, она какие-то там, ну, в общем, какой-то такой, вам, средний персонал, она где-то работала, может, у нее такое, и высшее образование, медицинское было, но она в каком-то таком отделе работала, я точно не помню, я даже не спрашивала, у нас там с Францисом, вот, такой шикарный дом, с шикарной вообще территорией, казалось бы, в общем, ей должна быть, должен быть ровнее, какой-то другой мужчина, вот, а этот он такой, высокий такой, ну, в общем, знаете, на такой машине, трек, и, в общем, там плитку кладет, а самое интересное, а знаете, что у них в доме, понимаете, знаете, как вот сразу различие чувствовалось, понимаете, она такая вот вся, такая вот, суперинтеллигентная, ну, понимаете, за миллион долларов дом, такая женщина, в общем, такая интеллигентная вся, вот это вот, ну, вот, и, как у них красиво, так все дома было, а вот у него была отдельная комната, отдельная комната, где он мог делать то, что он хочет, это очень интересно было, отдельное помещение в доме, где он там делал то, что он хотел он хотел там убираться убирался хотел если не убираться то не убирался и не помню что там точно было но это помещение на очень отличалась от их дома потому что знаете у них всегда порядок шикарная кухня все такое ну миллион долларов внизу никто же по ним как бы внутри у них тоже было на миллион долларов так что вот везде порядок в общем все вот это вот ну знаете в этих американских домах за миллион долларов все вот это вот везде порядок понимаете спальни эти ванны комнаты это гостиная это вот это вот так кухня просто у меня не однократно они в перри когда работал они приглашали на такой семейный семейный ужин сэнс гимнгс я такой очень сэнс гимнгс очень такой праздник в америке он семейный готовит вот это вот по типу как она называет индейка индейка с этим сладким соусом честно говоря мясо и сладкий соус то как-то вообще ну в общем как то вот там там приезжали ее родители такие по моему ее мама да ее мама со своим бойфрендом и кто там как-то ученки и возрасте киеве все-таки позитивные как мне говорил перри ну что тебе сидеть дома вот в общем приглашать езди к ним не однако я освобожусь я присоединюсь позже в общем как то вот это мы даже по один раз мама и там сама я не ездила по моему с ним вдвоем если ездили то вдвоем одна помня не ездила нет не ездила кстати вот у нее у нее муж уехал в россию он посчитал когда он приехал в россию он решил что здесь вообще как-то называется он решил что в америке как то вот не то а вот россия ему так понравилось он решил что он будет в россии жить и работать так что вот ей там купил дом за миллион приехал в россию как она говорила что ему здесь понравилось что ну знаете может на москву приехал может взять к мувмент знаете вот это москва на как нью-йорк все такой мувмент и вообще как-то вот это конечно если сравните москву и вообще дайте вот это как там потоки потоки энергетические вообще бизнеса в москве в штате коннектику спокойно понимаете дома если в шикарных районах эти дорогие дома эти шикарные машины хотя все так это приглушенно дорого приглушенно дорого не вычурно понимаете не то что там золотом все знаете как татьяна салмана любит все позолотить на троне в общем у них знаете как-то вот дорого но не полон в лондон а вот знаете у них это вот это видно что дорого ну вот как-то вот это вот они как-то вот это да потому что в основном же мы там по этим дорогим этим улицам по дорогим районам в общем как там есть разные районы но это тихий коннектик вот с этими людьми эти дома в которых там один-два человека живет огромный дом тысяча этих метров хотя у них вам свою дать или больше там один-два человека не как-то принято поэтому такой смотришь там вообще почти никого нет знаете населенность там этих домов много а народу мало так что эти белочки это природа это в принципе тишина располагает как спирит шоу и он в принципе там считается знаете считал что там уже как-то вот эти вот люди которые пошли на пенсию там больше этих пенсионеров которые уже знаете осели или там в коннектикуте либо флориде кому какая природа погода подходит поэтому конечно вот как я сейчас одета золотая куртка золотое платье понимаете зеленые вот эти вот колготочки брючки такие на теле это так что вот леггинсы такие сапоги и вообще вот какая-нибудь супер сумка если вот так вот конечно пойти там коннектику типа органик шоп или куда-то или вообще поехать то есть просто будешь суперзвездой просто суперзвездой в принципе если так пройтись по нью-йорку это как бы ну в общем нью-йорк он есть нью-йорк там можно много кого увидеть такого вообще из экстравагантного и так далее то для штата коннектику это конечно вот это вот вообще просто такие знаете там знаете с такой одежды те те кто так вот любит одеваться себя предподносить и так далее они не задерживают в штате коннектику они понимают что где они где штат коннектику они туда я не знаю там лотс-анджелес в нью-йорк так что вот это это я так просто на скидочку немножко знаете вот это вот думаю а заниматься творчество самое то например книжку писать что-нибудь такое вообще на самом деле это природа какая-то осенняя природа вообще-то осень да но если богат и шикарные при деньгах и большой дома деньгах думать не надо творчеством занимаешься и вообще в эти белочки бегают но это вообще просто супер белочки бегают там какие-то вот это хотя там у нас был такой даже такой типа лес лес и там эти дома настроены какая нетронутая природа в общем конечно эти койота и там еще что-то в общем конечно с кошками прогулка с кошками там нужно быть аккуратнее потому что вы поняли да какие-то маленькие собачки за большие собачки но койота и койота и медведи и вот эти вот как называется эти как называется оленья то есть в общем как то вот так понастроили там этих домов в лесу и вот а животные живут а еще вот эти зайцы зайцы а так вообще просто шикарно и зимой тоже понимаете вот это вот самое главное чтобы дорогу главное главное плати но знаете при деньгах при деньгах можно знаете и много домов и в штате коннептику то еще где-нибудь и в общем много найти шикарных мест на планете где в общем где-то можно шикарно знаете вот это вот шикарно шикарно жить а вообще наверно как шикарно на берегу океана понимаете океан вечерний океан прогулки вечерние по океану это морской бриз это вообще шикарно знаете что вот это вот такое там и где там с перри были это доминиканская доминиканская или бали однажды мы с ним кушали то ли доминиканская то ли бали были с ним в кафе нам даже этот столик поставили ближе к океану на песке туда эти лобстеры и там что-то принесли вы поняли да такой ресторанчик он как бы на берегу но могут вам отдельный столик прям поставить на песок ну там где-то пляж-пляж но уже вот там темно-темно вот и понимаете ну и здесь недалеко от этого ресторанчик вам один столик могут поставить прямо на пляже прямо этот песочек сидишь вот это вот шикарная вот это вот шикарное вечерний бриз вот этот океан с одной стороны вот эти вот еще такие свечи красивые красиво формы понимаете сидишь на пляже вот это ночью знаете такое индивидуальное вообще кафе-ресторан и понимаешь ну это вообще вот и по-моему один раз мы с ним закушали а может быть это было в Таиланде ну это не суть это не суть снимаешь босоножки и прям ноги можешь в теплый песочек и вообще на самом деле когда такие вот моменты эти моменты нужно понимать если вы у вас есть такие или были или как-то вот это их нужно ловить понимаете вот это ловите проживать их со вкусом знаете как это быть такой чтобы быть такой сладкой манкой как сказка как говорится как учат в школе очарования вот потому что вы понимаете да все это дорого богато океан лобстеры вообще сама атмосфера обстановка этот романтик это нужно как-то вот это вот знаете вот это вот эту энергию впитать свою ауру это запомнить и наполняться такими моментами чтобы быть этими VIP где я там пишу вот эти вот отели там вот это вот супер супер рубашки дорогие понимаете вот это вот VIP вот этот бриз вот это вот это тепло вы понимаете там вечером тепло но а днем там жарко вот вот я просто это помню не совсем тогда еще как бы вот этого как-то это ловила но когда я была в Таиланде я помню вот там ходила такая вот в Таиланде я помню этот шикарный 5 звезд отель это вот вечером вы знаете когда жара спала уже темно и вот этот шикарный ресторан 5 звезд отель понимаете вот этот вот бассейн прямо на территории открываются ресторанчики они все открытые на свежем воздухе а ресторанчики все 5 звезд тоже там всякие омары лобстеры все такое VIP обслуживание ох а погода такая шикарная она располагает к такому романтику это что-то с чем-то но на это нужно иметь средства деньги вы понимаете да обогатеть а просто вот как-то вот это вот я тоже себе не могла позволить я вот ходила вот это вот видела но я там в ресторанчиках там ни разу не кушала так что вот я просто ходила и видела что как это шикарно вообще суперски вот может быть а мы кстати с этим тимом куда-то в городок тогда вот был шанс там на один вечерок там в таком ресторанчике с ним вот это вот покушать но мы куда-то в город поехали ну в небольшой вот это вот куда там где там тусуются как это было это был пхукет там вообще это какой-то ресторанчик был ничего особенного это сейчас я думаю надо было туда но хотелось посмотреть что там так вот в этом пятизвездных в этом ресторане я думаю было бы более шикарно чем там конечно выехать с этого отеля туда знаете где немножко такой центр в центр ну они там знают знаете вот таких обычно Паттайя, Пхукет по типу там знаете вот это променадик одна улица, магазинчики, ресторанчики вот такой вот ну что-то я такое не помню Пхукет, нет Паттайя она такая более более вот это вот более шумная там где более отдыхающие и там же есть Паттайя как там еще одна называется куда там люди летят как говорила у меня одна просто попутчица в этом ресторане с ней разговаривали с девушкой люди туда пройдут и вот за тишиной едут знаете за тишиной они работают потом они покупают путевки туда они едут за тишиной отдыхать душой и телом так что наслаждаться шикарной водой 5 звезд отелей с ресторанами они шумные Паттайи и вот этой грязной водой понимаете Паттайя это по-советски вот это вот шума гама вот эти какие-то девочки непонятные вот это все вот это массажи гоу-гоу потом там вот эта вот грязная вода днем вот а Пхукет он по-другому 5 звезд Пхукет там идешь вы там в отеле 5 звезд вечером там вообще почти никого нет ах Татьяна Салмановна такая в эти воспоминаниях ах ну да что у нас будет 48 минут позитива со мной Татьяна Салмановна мактун сайт будет ах не знаю мой волшебный компьютер я очень надеюсь что мой волшебный компьютер запишет это видео ну вот сейчас я Салмановна вам покажет шикарную погоду Санкт-Петербург Рашен скоро у нас уже учебный год скоро уже 1 сентября Татьяна Салмановна мактун сайфудин это я я подумала может быть чуть-чуть так подальше вот это вот сделать красивый если вы хотите стать спонсором моих программ творческой студии позитивного мышления you're welcome специально для вас я публикую номер моей кредитной карты Bank of Tinkoff смотрите в моем брендировании ну не ко всему видео ну я опубликую можете посмотреть номер моей кредитной карты Bank of Tinkoff на моей странице вконтакте запишется на русском языке Татьяна Салмановна через дефис мактун сайфудин через дефис так и на и и Продолжение следует... Еще давайте здесь я вам еще покажу. Шикарные мои такие, шикарные интерьеры. Ох, такие супер-супер интерьеры. Здесь тоже свет нужно подключить. Сейчас Антон Манна будет готовить себе ужин, как в Париже. Сейчас буду готовить себе ужин, как в Париже. Такие вот дела. Да. Буду делать себе салат из помидор, огурцов. Помою виноградик, пожарю кабачки и цукини. Отварю макарошки. Суевым мясом. Вот такие вот дела. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.